Военно-спортивные игры памяти героя России генерал-полковника Геннадия Трошева были впервые проведены в Славянске в 2010 году. Уже через несколько лет к этим соревнованиям присоединилась вся Кубань. Сейчас соревнования проводятся в три этапа – муниципальный, зональный и краевой. В Славянском районе первый этап прошел на базе ДСААФ в минувшие выходные. С будущими защитниками и защитницами Родины пообщались и мы. Внешний вид военных людей всегда был предметом особой гордости. Потому навести марафет перед военно-спортивными соревнованиями – не просто дело чести. Один из пунктов, по которым оценивают конкурсантов – это внешний вид. В судейском составе люди, которые не понаслышке знают об армейских требованиях. Это отставные и действующие военные, отдавшие этому делу всю жизнь. В 2017 году в муниципальном этапе слета военно-патриотических клубов в Славянском районе приняли участие 12 команд, школ и техникумов муниципалитета. Эти соревнования начинались в нашем районе несколько лет назад. И сегодня они приобрели общий краевой уровень и статус. Сегодня мы проводим муниципальный этап. Далее победители нашего этапа поедут на зональный этап. И в Станице-Кучевской состоится финал. В соревновательный день ребятам предстояло помериться силами не только в строевой подготовке и умении хорошо петь. Свои навыки они демонстрировали в таких видах, как метание ножа, стрельба из пневматического оружия, сборка-разборка автомата, снаряжение обоймы, прохождение зоны заражения в противогазах, метание гранаты, преодоление полосы препятствий, первомедицинская помощь и переноска раненого. Общая дистанция комбинированного военизированного кросса составила полтора километра. Я участвовал в этих соревнованиях в прошлом году. Участвовал я тогда 10-11 классы и уже имею представление. Но, конечно, за год задания изменились. Здесь мы уже бежим эстафету. В прошлом году мы просто на результат, на каждую, так сказать, станцию уходили. Команды состоят из ребят разных интересов. Кто-то занимается военно-прикладным спортом, потому что планирует в дальнейшем связать свою судьбу с военной службой. Кто-то просто заботится о физическом развитии. Мне пригодится. Я собираюсь поступать в военное училище. И мне это по-любому всегда будет нужно, даже в дальнейшей жизни. Здесь в одном строю мальчишки шагают с девчонками, которые не хотят уступать мужчинам и цели ставят амбициозные. Анастасия Авакова из клуба «Будущий войн» в Станице Петровской за год занятий научилась хорошо стрелять, работать в команде на результат. И делает это с прицелом на будущее. Я пойду в военный, то есть карьера дальше будет. Как отмечает руководитель Петровских воинов Андрей Чебанец, с девочками работать проще. Они более ответственные и прилежные. На сегодня в клубе занимается около 60 мальчишек и девчонок. Под руководством Андрея Николаевича команда уже не раз становилась лучшей в районе и была отмечена на краевом уровне. Секреция успеха заключается только в постоянной работе, тренировке и серьёзном отношении к делу. И на этот раз методика занятий будущих воинов принесла свои результаты. Команда заняла первое место в муниципальном этапе соревнований. На втором и третьем месте воспитанники военно-патриотического клуба «Вымпел», электротехнологического техникума и Славянское кадетское братство школы номер 16. Зональный этап, на котором Славянск будет представлять команда из Петровской будущей воин, состоится 8 октября в Темрюкском районе.